Всем привет! Сегодня это влог на Canon 6D. На самом деле я приехал на съемку, сейчас приедет Ксюша, наконец-то я вас с ней познакомлю. Я буду фотографировать на Canon 6D и одновременно снимать на этом влог. И я еще привез с собой Canon 5D Mark II в этой клетке с полотенником, который раздолбался у меня недавно. Я буду еще по ходу снимать видео на Magic Lantern, чтобы сделать такой некий видеоролик. Надеюсь, будет интересно. Надеюсь, сегодня мы еще в этой комнате тоже успеем поснимать, потому что, как вы помните, с прошлой нашей встречи мне пришлось уехать. Мы провели съемку за 15 минут. Это было, ну так, непривычно. Сегодня, надеюсь, это все будет немного иначе. И вот касательно Canon 6D, первое впечатление, что это маленькая такая камера. Она меньше по ощущениям, чем 5D, более легкая, но у нее также нет следящего автофокуса в видео. У меня также часто спрашивают, как я снимаю влог на Canon 5D из-за того, что там нет автофокуса. Сейчас я вам все покажу. Во-первых, я вот оборачиваю камеру монитором к себе, вытягиваю руку, чтобы посмотреть, как у меня происходит влияние света, как в плане экспозиции. Затем я камеру как бы переворачиваю, получается. Держу ее вот так. Я снимаю блок вот так. Я нажимаю вот этим пальцем кнопку автофокуса перед записью. Он ловит мое лицо. Причем, ну, как бы делает это достаточно хорошо. И затем я уже вот этим пальцем средним нажимаю на центр. У 6D кнопка записи немного здесь, мне это пока непривычно. Но вот получается, я одним пальцем нажимаю вот сюда, а другим нажимаю вот сюда. И потом просто вытягиваю руку и снимаю влог. Только не на этот объектив, а на 24 мм. Вот это штука для таких камер, у которых нет следящего. Это автофокуса, она получается бесполезная, потому что я все равно держу камеру вот так вот на вытянутой руке. Я не могу поставить ее на штатив, чтобы она была дальше, чтобы было держать удобнее. Эта штука сейчас мне пригождается только если мне нужно поставить камеру куда-то на стол, например, чтобы она что-то снимала. Но в целом сейчас для меня она бесполезная. Но когда я снимал на 200D, или, не, на Fuji я не пробовал, но на 200D, я этой штукой пользовался постоянно. Держать гораздо удобнее, чем вот как я держу сейчас. Все, мы здесь на локации и сейчас начинаем нашу съемку. Знакомьтесь, это Ксюша. Привет. У нас съемка в самом разгаре, но я забываю снимать процесс, потому что полностью погружен в... Ну, я и фотографии делаю, и на другую камеру снимаю видео, и поэтому снимать процесс не получается, забывая. Все, наша съемка закончена. Ксюша, тебе это понравилось? Да, все, спасибо. Спасибо. Все, в общем, наша съемка закончилась, и я проводил Ксюшу. У меня, я заметил, не получалось вот прям полноценно как-то совмещать съемку и фото, и видео на другую камеру, хотя я специально вот взял себе 6D, чтобы фоткать на эту камеру, а видео снимать на 5D. Это связано с тем, что я вот очень сильно погружаюсь в процесс вот именно фотографирования, и поэтому иногда забываю, иногда не хочется терять на это время, когда вот чем-то увлечен. Очень сложно это с чем-то другим совмещать. Именно с этим связано, что в самом процессе съемки я, может быть, не так сильно много делал кадров, но то видео, которое я снял, оно может быть не самое какое-то вот полное, не самое какое-то полноценное, и я, наверное, для себя решил, что совмещать больше я так не буду. Буду снимать либо отдельно фото и какой-то такой легкий бэкстейдж, или только отдельное видео, и попутно, допустим, сделав пару каких-то фотографий, ну вот тоже типа бэкстейджа. Плюс камера 6D еще не имеет откидного экрана, что тоже осложняет вот съемку всяких там бэкстейджов, еще чего-то, потому что сложно как-то это все контролировать, сложно за этим всем наблюдать. Сейчас я вам покажу кадры. Вот, значит, это я сам себя снимал, это вот видео. Ну, они как бы все перевернуты, но в целом, сейчас я вам покажу, прям классные. Вот эти фотки нам с Ксюшей прям вообще понравились. Прям очень классные. Они перевернуты, потому что я в основном снимал все в горизонтальной, вернее, вертикальной ориентации. Надеюсь, меня видно. В общем, вот такая вот у нас получилась съемка. Я, наверное, отдельным роликом выложу вот то, что я снимал на 5D Magic Lantern, и напишите мне в комментариях, если вам интересно. Я сделаю вот по фотографиям, которые мы сняли, отдельное такое видео, может быть, какие-то обрабатываю, или, может быть, просто как-то покажу с какими-то комментариями. И, конечно, эти фотографии можно будет увидеть в моем инстаграм-профиле. Переходите туда, подписывайтесь. Также я их буду размещать на своем сайте. Ссылка тоже есть в описании. Но там будут в основном работы самые лучшие. То есть не все, а вот прям самые-самые-самые. Вообще, впечатления от камеры Canon 6D достаточно позитивны. Она чуть меньше, чем Canon 5D. От этого ее не очень удобно держать. Ну, непривычно именно. Также непривычно расположены кнопки немножко иначе. Но это все, на самом деле, мелочи в целом. То, как она снимает, мне понравилось. Но видео мы сможем, конечно же, оценить после того, как я выложу этот ролик. Если у вас были мысли о покупке камеры Canon 6D, то я определенно могу сказать, что я бы себе купил такую камеру, если бы у меня уже не было Canon 5D Mark II, я бы себе выбрал 6D. Потому что они похожи, но у 6D чувствуется некая новизна. И она, на самом деле, очень привлекательная камера. И, конечно же, у нее есть самое главное, что есть в камере. Полный кадр. Ну, а сейчас я буду собираться домой. И завтра, уже по такой некой традиции, я сделаю отдельный ролик, снятый на Canon 6D именно в видеоформате. Я прям с утра пойду и буду что-нибудь снимать. Может быть, себя поснимаю. Поэтому всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok